За пять лет стоимость первичного жилья в Казахстане выросла в 12 раз. Это последствия монополизации строительного рынка, заявил сегодня председатель агентства по защите конкуренции Серик Жумангарин. Кроме того, застройщики пользуются своим брендом, а выполнение работ возлагают на субподрядчиков. Это потом сказывается на качестве строительства. Кто попал в черный список антимонопольного ведомства в материале Ивана Тулинова. Бренд есть, а ответственности нет. Строительные компании пользуются своим именем для рекламы новых объектов. Однако всю работу выполняют подрядные организации. В итоге покупатели квартир получают некачественное жилье. И ответственности за это никто не несет. Остаются без правовых гарантий покупатели квартир, реализованных юридически не связанных с застройщиками организациями. Это стало причиной массовых жалоб на качество жилья и сроки сдачи объектов. Хотя по всем правилам строительные компании могут передать в субподряд не больше одной четверти работ. На практике же все обстоит иначе. Базис имеет передать в субподряд 25% объема работы. Не более. 25, а 1,4. Как на самом деле? 100%. Мы там проработали с момента подписания договора по конец года. Ни одного рабочего, ни одного рабочего ТО «Базис Констракшн» мы там не видели. Там вообще три человека находятся. Это директор объекта и два прораба. Ни один куб силами базис не сделан. То есть не залит. Ни одна траншея, метр не вылета, ни одна труба не сварена. Все делается субподрядчиками. В антимонопольном ведомстве заявили о монополизации на строительном и смежных рынках. Застройщики могут навязывать особые условия договоров, согласно которым к жилым объектам могут подвести свои услуги лишь определенные операторы связи, интернет-услуг и кабельного телевидения. В городе Нур-Султан высококонцентрированным является рынок долевого строительства, где доля только одного застройщика BI Group превысила более 60%. При этом наблюдается ежегодное увеличение объемов строительства жилья более чем на 10%. Однако вместо развития рынка увеличение числа игроков усиливается доминирование ведущих застройщиков. Также на заседании правительства глава агентства рассказал и о других выявленных нарушениях. По его информации, в Туркестане между строительными фирмами вне конкурса и по неизвестным критериям распределили больше 500 миллиардов сенье. Из них 140 миллиардов или 25% объема работ получили всего два застройщика. По словам Жумангарина, в ведомстве уже работают над мерами по демонополизации. Теперь информацию о застройщиках, бенефициарах и собственниках компаний, объемах продаж и поставщиках материалов и услуг будут публиковать в открытом доступе. Кроме того, планируется на законодательном уровне разграничить ответственность между участниками долевого строительства, что не позволит компаниям уходить от ответственности. Государство будет следить за тем, как привлекаются деньги дольщиков и на какие цели их используют. Будут ограничены объемы строительных работ, которые финансируются дольщиками и передаются на субподряд. Всего 2 миллиона квадратных метров жилья из семи в прошлом году построили за счет собственных денег застройщиков. Почти половина возведена по договорам бронирования и резервирования. Таким образом, отмечают в антимонопольном ведомстве, каждая вторая квартира продана по серым схемам. Иван Тулинов, Хабар, 24.